В этом году особым спросом у пермяков пользуются путешествия по России. Основные направления – Краснодарский край, Байкал и Крупный Града, Казань, Санкт-Петербург и Москва. Пятерка самых популярных направлений – это Анапа, Сочи, Геленджик, Абхазия и Крым. Минимальный пакет тура в Анапу составляет от 9 тысяч рублей, Геленджик и Абхазия – от 10 тысяч рублей, в Крым можно съездить за 13 тысяч рублей и в Сочи – за 11. То есть в стоимость этого пакетного тура включен проезд на автобусе, страховка от несчастного случая во время пути и проживание в гостинице. Это полностью включен проезд туда-обратно на срок в среднем от 10 ночей, то есть вы отдыхаете на море 10 ночей. Едете, получается, в дороге двое суток туда, 10 ночей отдыхаете там и двое суток обратно. Сейчас в основном спрос еще есть на Алтай и на Сибирь вообще. Стоимость тура на Байкал обойдется в 16 тысяч рублей, в Москву – в пределах 10 тысяч. Самыми популярными направлениями являются туры выходного дня и экскурсии по Пермскому краю. Одним из лидеров туров выходного дня является Казанский аквапарк, куда пермики ездят каждую пятницу и купаются и смотрят экскурсионную программу по Казани. Экскурсии по Пермскому краю тоже так же популярны. Из них можно выделить Кунгурскую ледяную пещеру, Хохловку и Белогорский монастырь. Тур выходного дня в Казанский аквапарк стоит в пределах 4 тысяч рублей. Здесь заложена цена за проезд, экскурсионную программу, аквапарк на 4 часа и питание, завтрак и обед. Экскурсия по Пермскому краю в пределах полутора-двух тысяч. Специфичность автобусных туров заключается в том, что у тех, у кого есть какие-то проблемы со спиной, лучше проконсультироваться с лечащим врачом. По сравнению с прошлым годом, цены на автобусные туры выросли в среднем на полторы тысячи рублей, так как подорожал бензин. По словам специалистов, стоимость автобусного тура зависит от того, сколько ночей вы в пути. Чем меньше, тем дешевле обойдется поездка.